Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Рынки, а также биткоин, продолжают падать на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп объявил сегодня в Твиттере о своей болезни. Вы знаете, о чём идёт речь, я не хочу это озвучивать, потому что Ютуб может сильно ругаться. Если мы посмотрим на рынки, то увидим, что все они, даже золото, реагируют падением на заявления Трампа. Что же это значит для биткоина? В этом видео я покажу вам, что нам следует ожидать, почему сегодня чуть ли не решающий день для всех рынков. А также я хочу рассказать вам о 193 тысячах биткоинов, которые потенциально могут распродать в ближайшее время. Также в этом видео будет небольшое предупреждение для всех биткоин-холдеров, а также для холдеров Ocean Токенов и Uniswap в связи со взломом биржи KuCoin. А закончу я, конечно же, позитивными новостями для биткоина и его холдеров. Поэтому, если вам это интересно и вы хотите поддержать мой канал, сделайте это совершенно бесплатно прямо сейчас, просто поставив лайк под это видео. Давайте наберём хотя бы 3000 лайков, чтобы показать, что мы самое активное крипто-сообщество на русскоязычном пространстве. Давайте начнём с быстрого взгляда на рынок. На недельном графике биткоин всё ещё выглядит очень даже неплохо. Почему? Во-первых, цена биткоина до сих пор находится выше 21-дневной средней скользящей. Как вы видите, тени свечей постоянно отталкиваются от неё, что означает, что в данном сценарии эта скользящая выступает в качестве достаточно уверенной поддержки. Во-вторых, обратите внимание на эту жёлтую горизонтальную линию, которую я нарисовал уже много месяцев назад. Если вы смотрели мои видео, то наверняка вспомните, что именно эта линия являлась основной линией сопротивления на протяжении уже трёх лет. Видите, как много было моментов, где цена биткоина пыталась её пробить. Посмотрите, теперь цена биткоина прямо-таки оседлала эту линию после её пробития. Что означает, что сегодня эта линия стала поддержкой? Безусловно, это плюс в копилку тем, кто сегодня считает себя бэком по отношению к биткоину. Если что, эта горизонтальная линия находится на уровне 10400 долларов за биткоин. И это критически важный уровень на данный момент, который лучше удержать. Учитывая то, что происходит со вчерашними событиями вокруг Битмекса, сегодняшними событиями вокруг Трампа, биткоин удивительно хорошо держится. Биткоин прямо как царь Леонид. Вопрос, как долго он сможет продержаться. Но не забывайте, ребята, что ситуация также очень зависит и от фондового рынка. Это моё вам предупреждение. В чём суть? Главная новость дня, Трамп заболел. Я не буду называть чем-то, и так понимают. Что-то мне подсказывает, что есть такая вероятность, что инвесторы в фондовый рынок будут не в восторге от этой новости, особенно в преддверии выборов. Хотя на данный момент фьючерсы не выглядят совсем ужасными. Мы наблюдаем всего лишь небольшое падение. Но остаётся лишь один вопрос, а что же произойдёт уже через час с чем-то, когда откроется фондовая биржа в Нью-Йорке? Как откроются эти торги? Почему это вообще должно волновать биткоин? Что ж, несмотря на то, что главная криптовалюта уже много раз пыталась оторваться от традиционных рынков, у неё всё ещё не получается нарушить эту корреляцию. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть дневной график фьючерсов и дневной график биткоина. По-моему, здесь всё очевидно. С момента мартовского обвала можно найти очень немногие промежутки времени, когда биткоин не действовал с традиционным рынком заодно. Так что же случится с биткоином, когда откроются торги на фондовой бирже в Соединённых Штатах уже приблизительно через час с этого момента? Если фондовый рынок значительно обвалится из-за новостей о Трампе, я могу предположить, что биткоин может последовать за ним, после чего, конечно же, будет отскок. Некоторые люди ожидают того же, поэтому неудивительно, что сейчас меня спрашивают, стоит ли продавать биткоин сейчас, чтобы потом откупить после просадки. Вопрос резонный, и я могу дать ответ. Вы можете провернуть эту операцию, но только частью своего депозита. Не продавайте вообще всё, что у вас есть. Если вы продадите сейчас все свои биткоины и цена не упадёт, то вы точно не захотите откупать свои биткоины обратно по более высокой цене. Это просто ужасная стратегия, продавать снизу и покупать сверху. Поэтому, если вы действительно хотите продавать свои биткоины прямо сейчас, то сделайте это, но только не на весь депозит. Лично я продавать не собираюсь вообще. У меня на это есть свои причины, которые могут вам не подойти. Во-первых, большая часть моего биткоин-портфеля была закуплена на отметках, которые гораздо, гораздо ниже тех, где мы находимся сейчас. И я могу терпеть падение очень долго. Во-вторых, я уже так долго в этом пространстве, что увидел множество ужасных новостей. Например, закрытие MTGOX было чем-то похожим, даже более катастрофическим. Однако, биткоин пережил это. Более того, он ещё и вырос, причём значительно. Поэтому я убеждён, что всё это просто краткосрочные колебания, не более того. Если я планирую находиться здесь 10 лет, 20 лет, я не должен обращать внимание на это, если только не ищу позицию для краткосрочной торговли. И в-третьих, что касается текущей ситуации. Дело в том, что BitMEX уже продал некоторую часть своих биткоинов. Это видно на этом графике. Каждая точка — это одна операция на определённую сумму биткоинов. Мы вернёмся к этому моменту чуть позже. Так вот, казалось бы, сумасшедшие новости. Продажа биткоинов, а цена главной криптовалюты упала аж на 5%. Это совсем немного, а на большой картине это падение и вовсе не выглядит чем-то страшным. Итак, вернёмся к биткоинам, которые BitMEX потенциально может продать. Это, ребята, 193 тысячи биткоинов. На сумму около 2 миллиардов долларов. Именно столько биткоинов находится в хранилищах BitMEX. На графике мы видим количество биткоинов, которыми владеет BitMEX и их долларовый эквивалент. Если на BitMEX надавят основательно, даже страшно представить, что может произойти. Именно поэтому этот человек и оставил в конце твита такую шокированную рожицу. Конечно, я всегда остаюсь позитивным, насколько это возможно, но и такое мимо себя и мимо вас пропускать не хочу. Но, пожалуйста, не паникуйте. Я показываю это вам не чтобы напугать, а чтобы вы были в курсе возможных сценариев. Хотя некоторые криптодеятели и вовсе начинают задумываться, не является ли ситуация с BitMEX с повторением истории MTGOX для биткоина. Очень радует, что люди не падают в отчаянные объятия FAT и даже шутят. Теперь, когда Соединенные Штаты конфискуют кучу биткоинов, они смогут использовать его для отправки новых стимулирующих чеков. Меньше затрат, больше скорость отправки. Да, речь идет о новом пакете финансовой помощи, который до сих пор еще не приняли в Сенате США. Об этом пакете ходит множество слухов. И есть даже некоторые факты, что их будут отправлять уже цифровым долларом, но это уже тема для другого видео. Также мы можем найти отрывок выступления Трампа 6 августа 2020 года, в котором он сказал, что у него очень много врагов, и это может быть тем временем, когда его увидят в последний раз. И деньги возвращаются к людям, которые покупают наркотики. У меня много врагов, и, возможно, вы видите меня в последний раз. Очень много богатых, прибогатых врагов. Им не нравится то, что я делаю. Но есть только один шанс это сделать. Ни один президент, кроме меня, это сделать не сможет. Есть о чем задуматься, не правда ли? Я хочу перейти к ММКрипт, раз мы задели его твиттер. Сегодня он выложил новое видео, в котором объяснил, куда, по его мнению, пойдет рынок биткоина, и что нужно делать прямо сейчас. Давайте я вам покажу отрывок из него. Вопрос сейчас, полетит ли биткоин вниз в поисках новой поддержки, или же нас ожидает отскок. Об этом я и хочу поговорить, ведь после твита Дональда Трампа о его здоровье, что стало большим сюрпризом для меня, а также после того, как все рынки начали падать, это очень актуальная тема. Поговорим о краткосрочной перспективе биткоина прямо сейчас. Начнем с четырех часовых свечей. После новостей о BitMEX вчера, биткоин упал ниже основной поддержки и ушел до основного сопротивления. Он был даже ниже него. И я сказал, что если мы закроемся выше, то будет восстановление. Если же ниже, то биткоин пойдет еще дальше вниз, как минимум до этой следующей линии сопротивления. Так и произошло. Почти идеально. Но после восстановления очередной черный лебедь объявился. Очень сложно прогнозировать ситуацию, когда рынок постоянно лихорадит новостями, как из пулемета. Эти новости на самом деле невозможно было предвидеть. Кто-то говорит, покажи мне графики, я расскажу тебе новости. Но в этом случае это невозможно сделать. Мы закрылись выше, что хорошо, но затем посыпались вниз. Но есть хороший момент. Когда вы видите такие медвежьи свечи, у которых есть тени снизу, но нет теней сверху, это означает силу покупателя. После падения, быки быстро откупают актив. Давайте посмотрим на объемы. BitMEX спровоцировал огромные объемы на продажу. Сегодня же эти объемы не такие большие, как я ожидал после Трампа. Но есть еще хорошие новости. Очевидно, мы находимся в каком-то микро-медвежьем тренде. Как видите, на этом отрезке каждый пик ниже предыдущего. Но также обратите внимание и на нижнюю границу. Здесь даже можно нарисовать что-то вроде треугольника. Посмотрите, начиная с сентября, каждый новый низ находится выше предыдущего. Что очень даже неплохо. Особенно на более масштабной картине. Биткоин находится в массивном восходящем тренде с марта этого года. Это то, что я хочу сказать вам. Это просто коррекция до тех пор, пока биткоин не нарисует низ ниже всех этих предыдущих. И это не то, из-за чего нужно нервничать. Единственное, что я бы сейчас сделал, просто оставался бы вне рынка и искал хорошие возможности, а не влетал с ноги и на эмоциях. Это то, что я вам советую. Итак, ребята, наконец, как вы знаете, недавно взломали биржу KuCoin. Что-то постоянно с этими биржами происходит. Точно, это ахиллесовая пята для криптовалют. Ущерб составил 150 миллионов долларов. Почему я решил об этом напомнить? Потому что появилась новая информация от IvanonTech. Хакер, взломавший KuCoin, отмывает деньги с помощью токенов Uniswap и Ocean. Особенно большим предупреждением это должно стать и для держателей Uniswap, которые в последнее время набирают недюжую популярность. Вопрос, который возникнет у любого адекватного человека. Могут ли создатели этих токенов столкнуться с проблемами, если их монеты используются для отмывания более 100 миллионов долларов? Особенно актуален этот вопрос на фоне того, что CFTC США давит на BitMEX, в том числе и по обвинению в отмывании денег. Ocean Protocol, например, уже заморозил аккаунты, чтобы защитить своих холдеров. Это цитата. Давайте подумаем так. По факту, если говорить, например, об Ocean Protocol, фактически это как сервис по денежным переводам. Да, он на блокчейне. Техническая сторона вопроса, как у криптовалюты. Но чтобы создать это, создатели заплатили разработчикам. Люди пользуются этим сервисом для перевода денег, а создатели могут замораживать аккаунты и транзакции. Это не децентрализованный проект ни разу, ведь создатели контролируют абсолютно всё. Так что это централизованная система на блокчейне. Теперь эти хакеры и всякие нехорошие ребята используют такую систему, чтобы двигать грязные деньги. Фактически отмывать их от грязи, чтобы безопасно пользоваться ими дальше. Звучит так, будто у регулятора явно может найтись причина создавать неприятности Uniswap и Ocean Protocol. Кстати, напишите в комментариях, есть у кого-то из вас токены Uniswap и Ocean. Просто интересно. На этом у меня всё, ребята. Меня зовут богатейший Ди, как ни странно. Если это видео было вам полезным или интересным, не забудьте поставить лайк. Мне всегда очень приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok